Впервые Александра Павлова задержали в феврале этого года в Мадриде. Тогда никаких доказательств о его причастности к организации терактов так и не было предъявлено. В итоге Павлова отпустили на свободу. Но, как оказалось, ненадолго. В начале июля его вновь взяли под стражу. Верховный суд Испании вынес решение экстрадировать Павлова на родину. Напомню, Александр Павлов много лет возглавлял личную охрану Мухтара Аблязова. Поэтому цель аккорды здесь ясна – добраться до президентского врага номер один. На войне все средства хороши. Приближенных экс-банкира Аблязова находят в чем обвинить. Александра Павлова – в терроризме. По сценарию Генпрокуратуры и КНБ, глава личной охраны оппозиционного политика Саша Павлов и президент фонда «Гражданская активность» Мурадбек Китибаев готовили взрывы в парке «Фэмили» и на пешеходных переходах через проспект Аль-Фараби. Все это дело о предотвращении серии терактов является продуманной и тщательно спланированной провокацией властей и спецслужб Казахстана, с далеко идущей целью разгромить всю политическую оппозицию. Тогда, больше года назад, в этой истории с терактами уже прослеживалась не очень умелая рука государственного агитпропа. В ход пошла артиллерия в лице госканалов. Ну, это не сбыл же, по крайней мере. Ну, вы это откуда узнали? Из телевидения. А вы доверяете телевидению? Да. А по какому каналу вы видели? Ну, хабар смотрю, КТК. Для ясности картины биографическая справка. Александр Павлов служил в спецподразделении МВД «Сункар». Принимал участие в боевых операциях. В 2001 году в составе «Сункар» обезвредил уйгурских боевиков в центре Алматы, за что был награжден. Сегодня же его обвиняют в терроризме. Международные правозащитные организации обращались к испанской Фемиде с просьбой не выдавать Павлова Казахстану. К примеру, в Эмнести Интернешнл уверены, на родине Александра ждет политически мотивированный суд и пытки. Его непременно будут допрашивать с пристрастием по делу Мухтара Аблязова. Однако суд Испании это проигнорировал. По словам адвоката Александра Павлова, апелляционная коллега решит его судьбу не раньше сентября. Все это время экстил-охранитель Аблязова будет находиться в испанской тюрьме. В этом году Казахстан и Испания подписали договор о поставке поездов Тальга в нашу страну. Сумма сделки чуть меньше миллиарда евро. По мнению тех, кто сейчас следит за делом Александра Павлова, это сыграло не последнюю роль в решении Верховного суда Испании об экстрадиции бывшего начальника личной охраны Мухтара Аблязова на родину. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.